Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Братан, я проснулся только с утра и сразу въебал к сану и решил поехать по велам. По московски. Я за рулем. Только не рулю, братан. Знаешь, я рулю, но только без руля, братан. По рулю. Самое главное. Ключевое слово. Рулю-то. Давай, браток, завтра в обед буду уже. Мэнчик, трап малой, это для тебя, чтобы ты поскучал как бы немного тоже по Москве. Помнишь эти высоточки. Так что фригу полный. Не фригу. Потому что Олег заблокировал меня в телеграме, везде, короче, заблокировал меня. И я хуй знает. Вот такой расклад. А что у вас там? Что делать? Мы едем тачку скинуть, короче. Там что-то у нас какие-то проблемы с ней. И потом можно что придумать. Какие есть идеи? Да, и тут очень пиздец жарко. Ну заебись. Скоро тоже починем. Ну, чуваки, в ЧС кинул. Меня Такеши кинул в черный список, пацаны. Еще присоединился Олег туда. Я, конечно, понимаю, теперь кто рыбак, вообще, как они дела делают. Да, прикиньте меня, СССР добавил, блядь, в черный список, пиздец. Я хуй... Ты знаешь, я не хуй... Такеши мне добавил в черный список из-за того, что я написал ему, говорю, ты ублюдок облеванный. По-русски? Нет, по-русски как-то перевел. Жулик. Блин, что за фигня? Ты, как бы, блин, разговариваешь так пиздец с пацанами, что я в ахуе с первого дня. И потом еще что-то хочешь, почему я, как бы, тебя игнорю? Ты научись разговаривать. Ну за то, что, наверное, правду кто-то не умеет воспринимать. Либо правда глаза режет. Я не знаю, решать, как бы, им. Да и с примой я, как бы, особо не общаюсь. Вот с кем я общаюсь сюда. Это пранчи, нахуй. Мой братан еще с Волгограда. Знаете, как говорят, один, как там, старый дрог, лучше новых двух, блядь. Ну это, блядь, стандарт, правильная хуйня. Бля, вот, братан. Денис, сухай, это ты как, ты походу как Саша, сухай, только Денис, сухай. Нормально. В Москву, бро, не собираешься. Братан, а я где передвигаюсь с тобой? Регион какой, нахуй. Я, по-моему, в Европе где-то. В Белоруссии. Я хуйня. Ну, блядь, какой распад есть, так и есть. Я в Москве, вот что, алло. Алло. Откуда у меня бабки? С наркоманов, братан. Просто старчков, с ценителей курения травки. Ну и много откуда еще. Нахуй ты мне это задаешь вопрос, ты что, родственник мой? Ты что, мой близкий? Ну что, ты что, мой близкий? Как мне сказал эту фразу. Данила, мэн, что? Мне заебали, да ебают и меня, потому что я негр. Я подхожу и нагло говорю, мы что, родственники, что? Вот самый пиздатый, пушечный трек у него на альбоме. Бля, представитель, в Москве такая пиздатая, пиздец. Мне очень нравится, на самом деле, в Москве. Летом, если бы не было движух у меня, бля, в Барсе, то я бы тут тусовался летом, как нехуй вообще. Белпам, хуйня, но последний трек, который он сделал с Пёрпом, достойный. Как-то особо мне хуйня не нравится. Где травка, по чём, братан? Сам читать, ну, хуй знает. Я не знаю, я как-то посерьёзнее к этой хуйне отношусь. Пока я думаю, я не на том уровне, чтобы ещё начать читать. Может, ещё всё впереди, но там посмотрим. Роуз, ну, Роуз такой нормальный, добрый пацан, но, как бы, блядь, немного туповатый, но это сказано тем, что он ещё малой, как бы, ему это простительно. Ну, да? Ну, как бы, я понимаю, да, там хули пенятся на пиздюков тупых, как бы, блядь. Я был пиздюком тупом, и, как бы, это нормально. Главное, чтобы, когда ты подрос, блядь, не стал таким же, блядь, долбоёбом. Сделёк в Москве, да, я пиздатый, блядь. У меня есть мои ребята, которые делают такой стилёк даже тут, что, блядь, мне не особо не, как-то... Я как будто из Барса немного так не отъехал, просто какой-то за Барсу выехал, за горный там, и всё. Как Толик сбивать? В смысле, как Толика сбить? Ну, можешь его на тачке сбить, на велосипеде, я не знаю, как ты хочешь сбить Толика. Эйсопроки, эйсопроки. Братан, смотри, как мне написали. Не эйсопроки, а эйсопроки. Братан, я такого персонажа даже вообще не знаю. Мультаж, что ли? Это кто такой? Он с мультика, с аниме? О, нехай, до Бринска приезжаем, да? Серьез, вот тут сквот был раньше, пиздиком, блядь. Траву Бэннера мутить через плак, либо есть пару контактов, типов, которые у них есть мутки на это, и если им написать в директ, то они, с ними можно связаться, но дорого. Доски будут через пару недель, но как бы я хуй знаю, что там как будет, сейчас с ним раскладе, посмотрим. Но доски будут. Милану, брат? Что, блядь, я не понимаю, что вы пиздите, пацаны? Какие Милану, брат? Милану, брат, понимаешь, о чем нет, парень? Да я с ним хуй приеду попозже, к Воложскому нам бабуля. Надо навещать же. Почему Дредден не отращу? Потому что, братан, у меня, знаешь, кто в авторитете? Пару человек, короче, из такого города, в Волжском, их, короче, звать... Ладно, не будем называть их имена. Так вот, они гопники, тру-гопники, на Адидасе, 100%, на трехполосочном, и их мнения для меня будут, как бы, намного выше, чем кого-либо другого человека, понимаете? И когда, если я приеду к ним с Дреддами, они мне скажут, ты, Саня, чумой ебаная. И как бы, блядь, я ничего не имею к людям, которые носят Дредды и прочие там прически на голове. И как бы, эти пацаны мне объяснили в свое время, что, что, блядь, вот эта причесочка для мужиков, понимаете, там, или, как бы, еще какие-то волосики, ну, типа, косички и все это, и прочая тема, это других людей. Ну, как бы, я против них ничего не имею, но... я просто не могу гонять с такой вот хуйней на голове. Ну, бля, как-то так бы, я не знаю, как бы, не обессудьте, ну, я сказал свою точку зрения. У меня, кстати, были на 30% заплетены почти Дредды, но как-то ранним утром я подошел к зеркалу, посмотрел на себя и понял, то, что я не могу быть телочкой, как бы, и сбрил их нахуй. Да, два новых дизайна будет. Колян мы с Франчиком и едем вот эту малышку отдать на какую-то диагностику и потом едем обратно домой. Я, короче, проснулся, с утра въебал Ксан и решил что-то по дню погонять. Ксане. Татуировка Дэдпула. Вот, кстати, блядь, это такая татуировка. Она, мне кажется, означает... Ну, ты заметил, там у меня не Дэдпул у меня сделал. У меня похожий на Дэдпул. У меня там тип... Блядь, да я покажу сейчас. У меня, короче, тип Дэдпул в костюме, в пиджаке, в красном и в маске. Но вы хоть раз видали где-нибудь в офисах работал тип в красном пиджачке? Я думаю, вряд ли. Так что это в красных пиджачках, в фиолетовых и в черных в полоску это работают мафия. Так что я бил типа, ассоциирующийся с ним, а не с каким-то типом. Понимаете? А маска это так, аксессуар личный. Если вы понимаете меня правильно, да по Оксанам весело делаются дела. Суд 30 ноября, поэтому я стараюсь не грусти. Так что если что, через два года вернусь. Ну ладно, я буду хорошо себя вести может через год. Я в Москве, ребят, в Москве, я в Москве. Вот смотрите, солнышко, тачки крутые, не как в Барсе, в Бомжелэнде. В общем, Люся, какая Люся, я не пойму. Суд из-за чего? Из-за того, что меня приняли суки 3 мая со 179 граммами травки и 397 таблеток Оксана было. Я просто вам не говорил. Нет, та самая Люсичка, эта Люсичка, я не знаю, это не моя девушка, у нас еще как бы у нее девочка вообще-то есть, она же не змеяночка. Shoutout, man. Bottle Boy. Так же и за... Да, братан, за бабки там же все решается. Ты такой умный, нахуй, если там все решалось за бабки, то там бы такие движухи были, что, блядь, они снились бы. Но я ехал домой с таким набором. Приняли меня в Барселонию. У меня есть небольшая татуха на лице. А на таком лице я сенхуй не хочу. Я хочу себе как бы красивую девочку, а красивые хорошие девочки не любят татуировки на лице, так как их родители не поддерживают идею эту. И поэтому и во-первых, а во-вторых, я еще слушаю маму свою, потому что мне мама сказала, если я сделаю это дерьмо наебали, она выгонит меня нахуй из дома. Но я не живу с ней, но как бы слова выгонит нахуй из дома это означает из своей жизни. Так что я как бы люблю свою маму и прислушиваюсь ее. Люся, Люся моя френд. Я ее люблю, она манилем. манилем. Ну, как бы понятный хуй то, что совсем она так говорит, просто кто-то делает их и не уважает своих родителей. А я вот уважаю свою маму и не буду делать. Братан, какая нахуй закупка? Закупка может быть, если только у меня покупают. И все, понимаешь, никакой закупки я никого не беру. Я сам все это делаю. Да, братан, мама, это святое, это право. плюс тебе к жизни за такие слова. С хорошей девочкой выебнутой вообще? У меня как бы не скучно будет тебе с такой хорошей девочкой вот ебанутой. Мне вот не скучно будет, когда у меня будет домашний очаг, у меня будет еда, у меня будет стабильство, у меня будет порядочек то у меня будет малой, у меня будет преданная жена, вы ебанатики вообще по жизни, как мне это может быть скучно, блядь. Может мне пишет там какой-нибудь 14-летний пиздюк, который да, не догулялся, не понимает вообще смысл жизни, но я надеюсь ты поймешь. Да, из гриндера меня принимали 600 евро оплатил. Да не в этом дело, перестану я употреблять, не перестану, это можно все делать, но это главное, блядь, серьезно быть, где-то. В Барсе есть мафия, блядь, друг, они и везде есть мафия. Да, братан, там много кто нормально в банче и в Барсе двигается, там как бы если у тебя есть яйца, то ты будешь двигаться и все. Нет, я не за рулем, мой бро за рулем. Нет, в Штатах не был, хотел бы поехать, но особо не тянет как-то. Пейс. Да я так и делаю, братан, никого не слушаю. Это Франчик, он, кстати, тоже с Воложского, мой кореш, ну, там девочка одна. Братан, можно делать все, что угодно каждый день, только как бы кушай хорошенько но и спортиком занимаюсь небольшим. Я начал двигаться, но, наверное, когда мне лет 18 исполнилось. Не знаю, за границей мне хочется просто съебаться на остров, куда-нибудь, где есть фрукты, белый песок, пальмы и все. Братан, я серху, я чем-то занимаюсь, у меня все есть практически. Работал, работал, работал два раза. Я работал два раза в офисе и 10 дней я проработал. И два месяца я работал в скейт-шопе в Блокограде. С благой, я не знаю, не увидел его давно, не выходил на связь. Ну, что-то я не знаю, чем там делают. Люси и Олегом, ну да, они там, у них какой-то биф там. Это их дела. Нас-то, на чем будут касаться. Верно же? Сколько лет? 29 лет. Нет, я в Москве, парни. Да я особо не катаюсь. Что у меня за тапки? У меня Джорданы. Шортики ларфики. Ну, это булочки кинза. что на деке сколько не знаю, посмотрим. Давай петь, брат. Это может, да, до двух лет, но мне как бы это особо не парит, но если я выйду когда через два года, вы вообще блядь, охуеете, кем я выйду. Эти Джорданы мне достались по смешной цене, когда я выходил дроп, они мне достались за 50 евро. да, много всяких жестких трюков, братов, по пиздюкам, когда я катался, я уже не помню. И сортов у меня дохуя. сидеть я буду в Испании, какую нахуй Россию блядь, вы чёпляете? Да не, это так еще пока, там в деле написано, я найден адвоката, а все будет круто. Ксан суши, да, пиздец, водичка. бля, братан, ты чё, ёмнутый, я чё, тебе, блядь, бандит, что-то, какой-то, гангстер, лютый, который, чтоб меня стреляли. Глядим, бежит, я стреляли. Да, братан, вчера, нахуй, убегал. Как бумгейнг. Сосью, ну, где-то, наверное, уже два года. Не я состою сосью, это я составляю сосью, блядь. И все, кто там есть, натуре, я чё, блядь, тебе пифтик, что ли, нахуй, чтоб меня стреляли. Не, браток, ты чё? Не, в русскую? Не, ты чё? Альбом пиздатый. Ну, ладно, я не буду ничего говорить, время покажет, и вы поймёте всё. Да, фирма одежды, это называется подельник. В общем, короче, вот у вас есть друг, который бы чё-то делать? Вот это ваш подельник. Шансончик, подводка. Не люблю залетать в Тарас Бульбу и хреновушечки там выпить с сальцом вообще, это блядь, божественно. Блин, можно вырубить, но сейчас пока его нету. С каким 13-м, братан? Я с Франчем, с Москвой? Я вообще в Москве. 13-й уехал с Бородой отдыхать. Он мне звонил с утра, он взял джелата, банку у меня и поехал отдыхать с кем-то. Братан, как избавиться от измены под шмалей? Не кури её, она тебе, значит, не нужна, значит, ты псих по жизни, который не контролирует себя и свои действия. Значит, брось это дело, братан. Сходи в больничку, сходи в больничку к психологу. Пиздатенький, да, альбом на Худричард? Ладно, я сохраню этот эфир, так лучше быть. Я вообще никогда не сохраняю эфира, но этот я сохраню. у меня есть трек небольшой, но его надо полностью сюда делать, есть минус, но надо что-то придумать с ним. Трек называется вот вертолёта, трек называется Дэнзел, у Дэнзела, да, пиздец, и этот еще охуенный, клепак у него, пиздец, или странно. Не знаю, я в Амстик раньше летал постоянно, мне нравилось. Потом заебало. Да я с него может с него заскочит, и чё, пацаны. Максу Прим полный тост, не эпический тост, не эпический. но я подумаю насчет этого, потому что мне многие кто говорили заняться этим, блядь, для меня иногда это смешно, понимаете. Насчет эро, насчет рыночных отношений, ты верно, да? Ты про это спрашиваешь? Насчет рыночных отношений, и подождите, мне звонит Гетто Джордж. Да, братух. Здорово, братух, у нас тут Гетто связи. Да. Что это сделаем? Братух, я сейчас в автоцентр еду, сдать тачку и обратно в центр. на район. Да. Давай, на 905-го тогда. Все, договор, давай. Давай. Гетто Джордж звонил, хочет услышаться. Так, я прослушал про рыночные отношения и черную экономику. Да, кто там расспрашивал? Да, Джордж крутой, я его поэтому подписал подсосик отачи. Суприм Хоу Хантером и он пизда. Просто пизда по жизни. Он механик, беги на смерть. Здорово, механик. Впереди камера на 60. Рыночные отношения, да не тузы, блядь, понимаете, это антеграновские типы, в которых зато, что бы они ни делали, но в их текстах есть смысл, вообще, именно, блядь, именно смысл, правда. И поэтому они мне нравились. гуф, слим, птаха. Гуф еще более-менее никуда не сло, но слим, птаха, блядь. пацаны, проехали. Да, будет сейчас, с Роусом будете смотреть через пару недель. на бот недавно была ну, че, я не, я, как бы, реально сам слушал гуфу, когда мне было лет 17-18, я слушал вот треки, я слушал эти 100, 100 строк, 200 строк, и много больше всяких. с тахой и с ним они немного нудные. Я не люблю нудный рэп. Я люблю либо какой-то охуенный бэнгер, либо пиздатый минус с пиздатым каким-нибудь текстом. Ну, блядь. Носим капюшончики всякую хуйню и ты, блядь. У меня уже не 18. до этого меня принимали просто без прав. Я буду через 10 минут уже к вам подъезжать. Без прав меня принимали то, что я на мальчике катался и так один раз с феном принимали, но я там сразу порешал дела. Самый пиздатый альбом, не знаю, я думаю, это Offset и Твой Неван Сэвэдж с Метро Бумином. Это самый топ. И на втором месте это, наверное, идет Биллс Калифа 21 Грэмс. Сява, как тебе? Какая сява, блядь. Братан, как тебе сявка, блядь? Охуительная, да? Блядь. Наху, блядь, вообще, блядь. Братан, обрамбатай информацию перед тем, как ты ее хочешь вслух озвучить, блядь. Братан, я вообще ваху, блядь. Братан, тебе самому не стыдно такие вопросы задавать? Я не знаю, Брэй. Да, я живу в Барсе. Вообще, я могу жить где угодно, на самом деле, если захочу. Но пока даже в Барсе. Сколько ехать? Где? Ехать, где ты? Да, биты, блядь, пиздец, вообще, пацаны, вы чё? ACIP ROCKY раньше крутой был, сейчас двойня. ACIP FERG никогда не нравился. Самый туз это ACIP N. Lil Baby, вот, братан, видишь, что тебе сказали? Lil Baby, блядь, туз, Lil Baby, туз, ты сам это знаешь. Нет, не я основатель Хаунтед, а основатель Хаунтед Олег, но просто, как бы, большей частью занимался я ей. Я не знаю, посмотрим, время покажет, чё будет. Чё думать сейчас об этом? Надо жить намного больше и вперёд. DJ Паул, не знаю, не слышал о таком. Я до понедельника, завтра вылетаю уже, ребят. я сделал вот это тату, вот это в 16 лет кроме было. Кит Хейзел не знаю такое. Не, братан, по золоту у меня, ты чё? На шее по золоту ношу, чтоб не отобрали, если что. Благол, благой дел, но только чё-то он, блядь, хуй знает. Чё-то он проебался. Благол, блядь, 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 не знаю, мне кто не нравится, типы, мне даже, блядь, все фьючера котируют, все фьючеры, да, блядь, фьючер параша для меня, понимаешь? Параша автотюнилая, и, блядь, вы меня не впереди, какой бы он не был туз. Ну так, с Примаком Ярсов общаемся. А я к Санакса просто въебал перед выходом с утрачка и решил дела поделать на расслабончике. Ну, такое. Блядь, сука, дубая, дерьмо. Блядь, жан, мне не нравится, братан, я не могу котировать, блядь, людей, которым, блядь, до 20 лет, до 20 с хуем, блядь, понимаете? Которые, ну, я не знаю, ну вот, знаете, идите, вот возьмите сейчас, выйдите во двор и играйте с пацанами 15-летними в их игры. Че вы, блядь, то же самое, нахуй. зачем вы вообще у меня про музыку спрашиваете, чуваки, я вообще не рэпер, блядь, мне вообще похуй на этот рэп, пацаны, я банчую травкой, блядь, я занимаюсь наркотиками, я поднимаю с этого бабки, и просто, да, это, как бы, касается часть рэпа, но я не рэпер, пацаны, я просто этим парнем могу всем подогнать с тапчика, чтобы они объебашились, блядь, и чувствовали себя комфортно, у меня было в этом году, в этом месяце день рождения уже, бля, нихуя тут красиво, бля, я люблю рашку, на самом деле, пизда, да, бля, зеленый мы приехали, который мы зеленым, бля, ну ты, бля, я пасать хочу, пиздец, я всем приехал, бля, я на граждане, кого я не буду разъелывать, пацаны, смысл у них разъелывать, бля, они посмотрят на меня и, бля, пол посмотрит и уйдут куда-нибудь подальше, бля, у них даже вопросов не будет никаких, вот именно, я, не то, что я верующий, я делаю те вещи, которые, чтобы главное это никого не касалось, а все, что остальное мне вообще похуй, у меня есть мой ангел, который следит за мной и присматривает и ставит на верный путь, а все остальное это хуйня, кто там? кто там? кто там? слушай, ну где это? что за мутак там поставил так? ну да, я короче пошел куда? ну сейчас подожди, а ты тут собираешься парковаться? нет а где? не знаю, еще не нашел ну, хочешь, уходи? я хотел бы выбежать, подожди, на 5 сек, подожди меня да подожди, мы уже приехали, мы, не знаю, я просто думал, тут сервис какой-то, ну вот, вот, видишь? ага я только не знаю, да, вон, походу, хотя вот, я в ходу боссу, да, я пока вон туда сгоняю, все, заебись, бля, а то я сейчас обоссусь, пиздец, так ссать хочу, трек играл Худрить Пабло Хуана, пацаны, да правильно и сделали, нахуй нужен, бля, бля, я чуть не обоссался, нахуй, респект, пацан, ни дохуя, кто пишет такого, я в 15 лет еще в Испанию переехал, пацаны, когда, блядь, никакой еще движухи, никого еще у вас там не было, нахуй, никого не было, блядь, да если хуй, все ровно у меня на самом деле, почему мне должно быть не все ровно, ну-ка, тише, блядь, да пиздец, я опасался, нахуй, ехал, блядь, очень долго, мы пришли нашу тачку сделать, нас ебался, сука, блядь, камаз, ебаный, пидор, и мы решили сделать тачилу, я, да в армейке дрался, не знаю, давно, ну как бы, бля, братан, нахуя драться, блядь, если надо просто ломать сразу, да, блядь, блядь, приятно, это слышишь, чувак, респект тебе, да нет, ну в смысле, нахуй, фэскэнном, братан, они же тоже, блядь, должны зарабатывать, как бы, на хлеб, на покушать, у них же тоже есть дети и прочая хуйня, ну просто, некоторые поступают не по-человечески, понимаешь, как-то бездушно, блядь, и я не знаю, вот, и поэтому это печально, что есть такие мрази, живущие, имеющие должности, какие-то полномочия и делают такую хуйню, если ты можешь просто поступить по-человечески, понять ситуацию, блядь, и от нее отталкиваться, а не так, чтобы срубить бабла побольше и все, тебя же это бабло само и убьет, нахуй, я, нет, братан, я не сидел в тюрьме, я, мне в армии годочек пиздец, как хватило, ну да, это именно то, что пиздец, молодых дохуя закрывают, нахуй, смысл молодым закрывать, надо закрывать типов, которые двигаются, пиздец, дохуя, ахуль вы принимаете пиздюка с граммом травы и сажаете его, блядь, на три года в тот момент, когда у него самый, блядь, пик жизни его, но это смысла нету, это просто подавление нации и все, это просто этот пиздюк потом выйдет с тюрьмы и вряд ли он образуется, он просто будет еще ебануть, потому что, блядь, содержание в тюрьмах, вы сами знаете, какое ебаное, было бы содержание людей пиздата, то и люди выходили оттуда нормальные, ну да, типа того и есть, там какой-то закон такой, служил в России я в Иваново, сначала в Ярославле, в Переслав-Залесском, недалеко от Рославля, а потом меня кинули войска в Иваново, ну вот пиздец, парень, понимаешь, как бы, если бы у меня был бы папа какой-нибудь, да, у которого были связи, там, да, либо какой-то влиятельный человек, и я бы слышал истории, которые людей прикрывают за грамм, за все, я просто, понимаешь, именно специально встречался бы с судьями, со всякими, и говорил бы им, что какие они вообще чмошники, что их жизнь вообще не стоит, нахуй, нихуя ничего, ну, просто именно, подсаживал их пиздец за правду такую, чтобы им, блядь, лучше жить не надо было, лучше бы они вздернулись в своей комнатке ночью после таких слов, ну вот, пиздец, как это можно, это просто твари, просто, которые люди, которые вот за вот это вот, ему подкинули, и ему было 17, просто, чтобы у этих мусоров просто потом, либо, блядь, их дети были, нахуй, уродами, каличами, даунами, либо, блядь, спидом, вся семья его, нахуй, заболела, и сдохла, блядь, по скорому времени, армия хуйня, братан, сходи в армию, если у тебя есть яйца, сходи, потусуйся, как бы, испытай эту тему, ты потом сам поймешь, что прикол там есть свой, в этой армии, ну вот, братан, так что, желаю тем, кто тебе это подкинул, желаем побольше спида, короче, в семью, и чтобы как бы их сестры, братья, мамы, папы, просто сгнили у себя же в комнате, и все, братан, у меня еще гражданство было, в мои 15 лет, когда я приехал в Успанию, как бы, блядь, так, у меня пиздец, место, нахуй, хаудэ, вид, братан, в армии, я тебе научусь быть настоящим, блядь, мужиком, блядь, пацаном таким, который, может вертеться, вообще во всякой хуйни, вот, например, прикинь, ты живешь в армии, у тебя нету ни бабок, ничего, да, ты можешь сделать так, что у тебя будет каждый день и пачка сигарет новая, и похавать нахуй, и еще просто на кармане лавеха будет, вот, то же самое, как и, блядь, брашки, ты тоже можешь, нихуя, нихуя, у тебя ничего не было, а ты бах, у тебя все появляется, что, все ровно? что, до какого забирай? Суббота заберу, ну, все, вызовет, по кругу, вообще, идеально, да, сделай, забер, ну, блядь, это Оксан въебал уже, это, вызывай текис, мы сейчас до нас же? да, блядь, не буду ничего говорить, сколько стоит, и че, Монстру фео Монстру фео, видите, злой какой Вообще меня любят собачки Но этот, сука, какой-то пидор Марки ЛСД Пошли нахуй с таким вопросом Я не жру это дерьмо, блядь У меня и так все нормально с головой Я и так все понимаю Мне не надо ничего, понимай Я и так все понял Все долбоебы, двигайся сам Не жди помощи ни от кого Вот девиз мы Да, лавочку найдем Да вот вызови вот это как Вишневская 7 Я и делаю, блядь Долго оплачивать через Киев Поем на бойки У челика, да Планчик, покажи пуму свою Там кто-то спрашивает Пуму покажи свою Кто-то спрашивает Да, мне тоже Я такие, кстати, ни разу не видал По-моему пиздатеньки Не, ну я ел, кстати, Марку Да, ну одну или две Но меня так бы трепило, что я, блядь Пугался нахуй Ну и нахуй Пизду это такое Мой мозг не выдерживает Таких перенагрузок Не, я не спорю Ничего не имею против людей Кому это нравится Кто это контролирует Но, типа, блядь Меня это флипует максимально Я сам С Волгограда, с Волжского Быть точнее Ну это как, знаете В Саратове есть Саратов И вы переезжаешь Из моста Энгельса Вот тоже самое, хуйня Ясен хуй, блядь Оксан, пизди, Марок Вы че, блядь Ты после Марок Посмотри на свое лицо, блядь Ты как будто, я не знаю Как будто на твоих глазах, блядь Я не знаю Кинг-Конг Ты убил, блядь И ты смотрел это все Реально, то есть, блядь Ты Он особо на тебя не портит Но у тебя вот именно Душевная твоя хуйня Нахуй трепается Родители Да лучше всех у меня родители Позывают Под солнышком В басике С собачкой своей Какой самый жесткий наркотик По моему мнению Не знаю Я думаю, это кетамин Какой-нибудь Какой-нибудь мифедрон Не знаю Блядь Да сейчас много, кстати Всяких новых придумаю Которых я даже не знаю Я где? Пиздец Вы не поверите Я Блядь В таком гето Смотрите Вишневская 8 Блядь Это можно сдохнуть Тут, блядь Мне кажется Я как будто Не знаю Где-то в Волгограде Что-ли Моя мама Относится Охуительно К моим делам Ну, если Хоть то, что Как бы Ей не хотелось Чтобы я этим Занимался Но Она видит Плюсы Она видит Вот это Она видит Вот это Она видит Что она мне одета Она видит Что у меня в кармане И как бы Ничего не может Сказать Насфай Ну, я Синхуй, брат Блядь Кидал Когда мне Наверное Лет 9 было Я помню Мне Пригините Франч Мне на пляже Кто-то дал Насфай В 9 лет И сказал Не глотай его Ну, типа Слюну не глотать Я сглотнул Нечайную Но чуть-чуть И потом Блядь Шел домой И как начал Стругать И вообще Типа Охуел с этой хуйня Гидропоника Московская И тут не существует Больше гидропоники Московской Братан Это она была Блядь В 2000-х годах И все О, малой Пис, пис Малой Завтра увидимся Что привезти Сырков тебя привезти Или что Надо хлеба Привезти Сырков И еще Чего-нибудь Блядь Работает Никто Этот Почему Бекутцы Бекутцы Бля, братан А Бекутцев Что-то не особо Как бы До хуя Надо заехать Табачку Чертен А хуй мне там в Польше делать, пацаны Не, ну если будет Я попробую взять Мне надо блок еще Попробую взять Сиг Чтобы у меня тоже Был там Бля Да нет В какой Польше Пиздец В какой Польше Могу быть Ребят Короче Вызывая Быть А это Почему Не получается Чертен Не работает Да не Малой Надо просто Мальборо красное Тупо брать И все И ты скручиваешь Нормально Никакой Мальборо Тебе привезли Мальборо Голд С которого Ты нихуя Не можешь Скрутить У меня уже Есть высшее Образование Которое Я получил Еще Два с половиной Года Назад Да Кому Еще Норм Не спорю Нет У меня нету Девушки И диплом Мне Нихуя Не пригодился Я учился На налоге Налогообложения Если я пойду Работать Налоговиком То Блять Заебетесь Платить мне Свои налоги Блять Ебаный Телефон Да Пиши Когда в барсе Будешь Пиши Мне в директ Я всем отвечаю Кто пишет Нет Я в барсе Приехал Хочу пересечь Я всем Пересекаюсь И всем Пишу Бывает Пью Да Алкоголь Немного Как же Безалкоголем Надо же Расслабляться В барсе Можешь Мне написать Сейчас После эфира Я тебе скажу Где взять